Всем привет! Что делать, если диск или USB флешка защищены от записи, и на них никак не получается что-либо записать, удалить, а также отформатировать такой накопитель? К примеру, как видно, сейчас у меня в проводнике, под буквой G, отображается подключенная USB флешка на 4 гигабайта. Если в нее зайти, то в ней у меня имеется папка с какими-то ненужными файлами. На первый взгляд, с флешкой вроде бы как все в порядке, но если перетащить с рабочего стола файл в данную USB флешку и попытаться его записать на нее, происходит следующее. Открывается данное окно с информацией о том, что данный диск защищен от записи, и так каждый раз, в результате чего записать файлы на флешку не получается. Если же закрыть это окно и попытаться отформатировать данную USB флешку в любой формат, открывается такое же уведомление, что данный диск защищен от записи. Показываю, как я решил данную проблему. Для этого я открываю внизу поиск, и в поисковике пишу слова «Командная строка», после чего нажимаю здесь «Запуск от имени администратора». Далее в открывшемся окне командной строки я пишу команду «Diskpart». Для удобства все команды из данного видео будут продублированы ниже в описании под этим видео. После того, как команда «Diskpart» написана, нажимаю Enter. В следующей строке я пишу команду «ListDisk» и нажимаю Enter. После чего перед нами открывается весь список подключенных накопителей к компьютеру. В данном списке я нахожу свою USB флешку на 4 гигабайта. Она у меня здесь отображается в сети как «Disk3». Будьте внимательны, чтобы не перепутать свою USB флешку с другими накопителями, так как в последующем все данные на таком накопителе будут удалены. Итак, после того, как я уверен, что моя USB флешка – это диск 3, внизу я пишу команду «Select пробел», «Disk пробел» и ставлю цифру 3, так как моя USB флешка – это диск 3. А вы вместо этой цифры ставите свою цифру, нужного вам накопителя. После чего нажимаю Enter. После того, как диск, то есть USB флешка выбрана, я пишу команду «Attributes пробел», «Disk пробел», «Clear пробел», «Red only» и нажимаю Enter. Далее пишу команду «Clean» и нажимаю Enter. После чего все данные с флешки будут полностью удалены. Теперь пишу команду «Create пробел», «Partition пробел», «Primary» и нажимаю Enter. Ну а теперь осталось отформатировать мою USB флешку из командной строки. Для этого я пишу команду «Format пробел», «FS», «Знак равно» и пишу в конце «Format 32». Если вам необходимо отформатировать флешку в формат NTFS, то вместо «Format FAT32» пишите здесь «NTFS», после чего я нажимаю Enter. Ну а далее начинается форматирование флешки в процентном соотношении. Дожидаемся завершения форматирования, после чего отформатированной флешки нужно присвоить букву. Для этого в строке ниже я пишу команду «Async пробел», «Later», «Равно» и, к примеру, попробую присвоить ей букву «F», после чего нажимаю Enter. Если до этого у вас какой-либо из дисков имеет такую же букву, которую вы присваиваете USB флешке, то в командной строке появится следующая надпись. Ошибка службы виртуальных дисков, указанное имя диска уже занято. Поэтому выбирайте другую букву, которая свободна. Для этого я опять пишу команду «Async пробел», «Later», «Равно» и указываю здесь букву «G», которая была до этого у этой флешки в проводнике, после чего нажимаю Enter. После того, как буква успешно присвоена, пишу ниже команду «Exit» и нажимаю Enter, чтобы корректно завершить работу в командной строке. Далее закрываю окно командной строки, и как видно, моя USB флешка не отображается в проводнике. Чтобы она появилась, отключаем USB флешку от ПК или ноутбука и подключаем ее заново. После чего теперь моя USB флешка отображается в проводнике. Ну а теперь попробуем с ней поработать. Перетаскиваю на нее файл с рабочего стола для записи. И как видно, файл успешно копируется. По завершению записи проверяем его наличие на флешке. Теперь давайте попробуем отформатировать данную флешку. Нажимаем «Форматировать» и начать. И как видно, флешка теперь форматируется. Проблему появления окон, защиты от записи при копировании, удалении и форматировании флешки можно считать решенной. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!